опа новый год еще продолжается никого нет на работе ну конечно не просто дались эти праздники походу ладно ждем ребят друзья вы на канале двигатель бизнес реалити новогодние каникулы закончились но чтобы войти в рабочий ритм потребуется как минимум еще неделя поэтому этот выпуск не про бизнес и не про рутину а про то когда же на отдыхе мы находим повод поговорить о спецтехнике уточка просто прикоснемся к мировой истории пустотюк самый главный они очень любят узнаем что объединяет турцию и голливуд практически с брэдом питом поздоровался порадуемся гостеприимству местных жителей я тебе хочешь 5 литров маслина масла и попытаемся понять какую технику используют турки в сельском хозяйстве очень слабенькие единицы трактора нет энергонасыщенных расскажем что вас ждет на нашем канале в новом году так но это все хорошо а теперь давайте поговорим о будущем но для начала немного рекламы у тебя много свободного времени и тебе нужен альтернативный источник дохода тогда это предложение именно для тебя школа профи интернет проводит бесплатные курсы по обучению востребованным профессиям а именно курс создание сайтов старт обучения начинается 25 января 20 00 по москве формат обучения это вебинары вебинары будут записываться поэтому вы ничего не потеряете информацию вас останется не бойтесь если вдруг что-то вы с первого раза не поймете вы всегда сможете прослушать просмотреть еще раз на что вы получаете востребованность на рынке это понятно работа из любой точки мира универсальность профессии и свободный график работы это сейчас прям тренд номер один на рынке кадров на рынке труда я уже сам для себя решил что мне нужно записаться так как в ближайшее время планирую создать еще два сайта зачем платить деньги кому-то если можно это сделать самому записаться на курс максимально просто нужно кликнуть на кнопочку ввести ваше имя писать ваш имейл и ждать когда с вами свяжутся так что если ты еще не перешел и не записался обязательно переходи и записывайся на онлайн-курс наконец-то я добрался до отдыха и все выходные честно признаться отсутствовал в стране мы улетели отдыхать и поехал я в турцию наверно на некоторые скажут зачем ты туда поехал там же не тепло и не холодно друзья мои я поехал туда кататься на сноуборде и на лыжах не многие знают но в турции есть горнолыжный курорт называется улудак каково же было мое удивление друзья когда мы узнали что в горах снега нет что сейчас аномально теплая зима и внизу у подножия горы температура доходила до 20 градусов со знаком плюс мы не стали теряться и я благодарен тому что мой отдых развернулся именно так именно поэтому этот выпуск сегодня выходит про технику которую мы нашли в турции въехали ехали решили остановиться тут такой музей старинной техники тут есть даже самолет ребята прикупили себе самолет сделали здесь интересный такой а вот еще смотрите что у нас есть у нас тут есть тракторенок что за марка марка непонятно лас-салах какой-то лас-салах ну в общем да поедем дальше провести новый год в отеле нам кажется крайне неинтересным занятием поэтому берем машину в аренду и отправляемся в путешествие у нас был парус на машине мне кажется еще быстрее неслизть новый мост скоро будет построен про схема разговариваешь с ютубом как передай бред тем более что большой волны туристов сейчас нет и можно поближе познакомиться с местной культурой не продираясь сквозь толпы людей то что тут вид сумасшедший тут ничего не сказать посмотрите какие они огромные блин тут страшно стоять даже тут свистящий шурчащий вот целые поля что у меня сейчас плохо слышно скорее всего из-за ветра но блин она того стоило реально офигеть очень круто друзья мы по стамбул нас уже порядком под достал и мы сегодня приехали в один маленький портовый городок откуда на машине мы переправимся на пароме точнее с машины на пароме переправимся на другую сторону вот туда попал уже паром сейчас мы будем переправляться блин это так прикольно на самом деле это маленький городок известен он тем что где-то тут было раньше трое редко кто бывает здесь уехать в принципе недолго но этому нужно посвятить целый день и мы слава богу не были привязаны сильно к отелю и сейчас на самом деле если мы переплоем то мы окажемся очень интересном месте я вам покажу что там такое стоит интересное а вот все тут катюха тут раздобыла воин начальники турецкие еще один а то тюк а мы главным они очень любят это пролив бардернанелла самая узкая часть как раз между двумя городами он рукой подать сейчас в этом явно паром это же не знаю мы закончим на этом или поедем сейчас и город посмотрим потом на паром по морем вода посмотрите просто офигеть блин как этого не хватает на в россии я подал реально лазурь не может сейчас окупаться самом деле я думал об этом немножко под простыл но эта мысль меня не покидает приехать на море и не искупаться это конечно неправильно у нас сегодня будет выпуск такой условно техники будет немного мы немножко погуляем я вам расскажу где мы будем что мы посмотрим и еще покажу вам интересные экземпляры которые мы проезжали в турции очень много растительности очень много делается в общем турция аграрная страна выращивает очень много всякого вкусного съестного всяких овощей помидоров огурцов ночью всего вот и мы мимо проезжали как раз тракторных дел я вам покажу какие трактора у них есть на чем они ездят вот небольшая реконструкция такая интересная это не просто реконструкция а памятник одному из важнейших сражений первой мировой войны за господство над проливом соединяющим средиземные и черные моря дарданельская операция она длилась 19 февраля 1915 по 9 января 1916 было развернуто по инициативе уинстона черчилля странами антанты с целью захвата константинополя вывода турции из войны и открытия морского пути в россию сражение участвовали более миллиона человек с обеих сторон более половины из них погибли несмотря на колоссальные потери турция победила удержав пролив это место имело важное стратегическое значение не только в наше время но и тысячи лет назад ведь именно здесь находилась знаменитая троя садились очень много репродукции на тему войны и это неспроста вся эта территория это лакомый кусочек в геополитическом так скажем превосходстве и еще со времен трех тысяч лет до нашей эры эта земля переходила из рук в руки самая знаменитая история которая вам сегодня расскажу эта история про трое товарищи каждый из нас знает чем закончилась эпоха трой закончилась она троянским конем именно здесь он находится и сегодня я вам его покажу гектор 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 вы кто такие я вас не звал идите пойдем погуляем крутая набережная сейчас все посмотрим водичка просто обалденного цвета но явно видно что туристов тут нет вообще от слова совсем эти в этом есть свой плюс и минус том числе минус заключается в том что турки как ни странно не очень клиента ориентированные ребята и если им сказали не работать значит они не парятся просто не работают вот поэтому когда ты путешествуешь условиях карантина с этим есть определенные сложности например сложность у нас возникла с машиной которую мы взяли в аренду и нужно вернуть ее завтра они говорят что мы не работаем поэтому либо возвращаете в аэропорт машину либо берите еще на несколько дней ну пока мы это думаем оставлять или или как смотрите какой городок блин тут не видно плохо так вот на лучшую будет что сейчас в ртанется мы погнали в машину сядем и будем выезжать кстати троянский какой фон там почему-то он темного цвета такого я думал что он должен быть такого светлого древесного цвета вот наши тачки сам где очень эпичная набережная блин как я люблю тепло офигенно все выглядит чисто идем-идем-идем-идем-идем-идем идем-идем-идем-идем переходим дорожку переходим дорожку тун-тун-тун-тун ни хуя себе я на пешеходный переходе козел почти 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 вот там вот яхты и кстати здесь совсем нету ветра да здесь вообще нет ветра по сравнению с тем что было там на подъезде блин как здесь все благоустроено все очень круто друзьям и этот травянский конь прямо из голливуда был подарен специально властям этого города потому что здесь на этом месте раньше было трое и вот он за моей спиной смотрите какой он офигенный блин он реально крутой она того стоило друзья но того стоило 4 часа в пути больше 300 километров и вот он каков красавец он просто обалденный посмотрите на это очень круто но где здесь поместилась целая рота этих солдат я не понимаю он на самом деле настолько прозрачный что мне не очень понятно как могли там не заметить людей но неважно это было сделано специально для фильма выглядит он но я бы не сказал что выглядит дружелюбно на самом деле на мой взгляд как сувенир есть я бы понял что это скорее всего какой-то какой-то подвох в этом есть это тот самый троянский конь друзья мои в котором это голливуд понимаете это прям вот ну если прикоснуться к его деревяшки можно сказать поздоровался с брэдом питом практически с брэдом питом поздоровался но народу здесь реально дофига блин круто вообще вот кстати говоря это скорее всего вид древний трои как это все здесь выглядело трое пожалуйста можно видеть на самом деле сегодня когда мы ехали сюда мы много чего прочитали и как ни странно сегодня территория турция это и есть бывшие трое и еще много чего интересного когда вы смотрите все эти фильмы где колосятся классится рожь в полях где там идут спартанцы на бой друзья мои это практически было здесь и в целом оно так и есть здесь действительно очень красивые поля они огромные огромные холмы и очень ветрено но именно здесь ветра сегодня или сейчас нет здесь сейчас сегодня у нас 8 января и на улице почти 20 градусов ну где-то 19 мы взяли пуховички потому что ветрено блин какой он там видишь как раз его это его ручками вещь там проект протерли ножку что значит город в карантин редкие чайки пролетают вообще никого нет видите велосипедная дорожка можно ходить без маски но иногда полицейские останавливают и ругаются так посмотрим что там есть поехал яхта это кстати моя одна из любимых тем на другом канале когда-то про них рассказывал но я думаю что вы еще пока не готовы смотреть выпуски про яхты хотя возможно скоро вы сможете оценить это по достоинству он смотрите какие яхты здесь про яхты поговорим в другой раз а сейчас перенесемся из моря на землю ведь турция очень аграрная страна и хочется хоть немного узнать о том какой же техникой пользуются местные землетельцы 90 труба смотанная в огромный моток скорее всего с помощью этой трубы они подают себе воду чтобы наполнять емкости наверное издалека такое ощущение туда она подкатывается куда-то подключается насос и поливает и закачивает воду таких тут разбросано несколько с колесиками похоже на то пока давление давление должно быть 0 но она нет вот даже насос на она от него нет очень похоже очень похоже на насос о чем он приводится движение ну да это насос до перекачивания и он дальше это подает наверное от вам а приводится в движение ну да вот она как раз здесь она и есть в общем вот такие вот штуки для полива полей всякие он там еще прицепчик крепляется одна за одной вид можно поливать так борется с засухой все коробки как везде протектированы вот еще одна кстати сторону разговора про трактора вот стоит трактор но он очень такой немощный судя по всему собаку который тут ругается вот так вот человек намывает свой тракторенок не холд а вы по-русски говорите я просто снимаю как раз про про местные трактора и вот смотрю вы моете так понятно а мы в трое ездили там закрыты сегодня сегодня этот скотина есть здоровые застрял говни да я чувствую запах есть такой ну да как тракторок как трактор отличный а у меня youtube канал мы как раз снимаем про этот про технику спецтехнику в россии мы просто приехали в отпуск я решил думаю что время то пропадать надо про местные трактора посмотреть видите как удачно трактора отлично сколько у него лошадей 100 наверное да здесь нет вот 65 55 55 55 так вот какой у него 15 лет ему да ну выглядит он очень хорошо да не как он хорошо он уже не ну почему вы видели наши трактора 15 лет они уже все тут ржавчина практически нет но клипа климат другой а как вообще по обслуживанию засыпется нет вообще вот 15 лет я ему только знаешь что сделал по мелочам вот а кисть у меня этот недавно этот поломаться поменял так по мелочам а мотор вообще не трогать то есть а вот часов сколько здесь а вот и часов только наработанами не полю мото часов ну сколько не не работает не работали откуда это хорошо русский язык знаете я сам смолдавии а здесь решили земледелем заняться да я уже сколько 15-16 лет здесь понятно ну сейчас сейчас наверное тут уже есть деньги а так это сейчас тоже есть тут деньги можно заработать или еще пока так тяжело да он дизель все дорого но тоже лера упала как рубль да 100 лир да сейчас вот смотри трактор моет 30 лет 300 рублей по нашему кидай кидай его даже сделали ему ну я понял там немного раз так деньги только кидай но у нас кстати в россии такие быть нельзя потому что ну забивается система и они ругают выгоняют все время нельзя то есть где же система есть но у нас не такая немножко у нас более такие они у нас собирается вода но она вода собирается в емкости не там ругаются собственники говорят что типа нельзя ну чтобы этот что ругается если деньги платишь то и чистить будешь да ну я сейчас помою трактор да хорошо делают я как раз поломался поломался нарезка ну это подварить да не вот сниму его ну вообще сварка у меня поломался тоже сделали ну что то подварили и все тут проточить про это она уже была варена я вижу только в другом месте кстати говоря вот здесь да была варена по моему не вареная не была 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 а этот же у меня этот шов надо первый это второй раз да ну это это лучше заварили чем вот это ну да да но все равно сварка хорошая кстати шов хорошее про видно что вот да и сварщик есть название сварщика понимаешь вон есть некоторые варят да не умеет варить лишь бывает ну да что заведете его посмотреть да как он тарахтит хорошенький да я ее ни на что не поменяем ли но остановился на 2 300 у него да у него там трос есть который мотает да он оборвался два раза я поменял все с полу тачка просто да вот это да без проблем да обалдеть сушится но это круто это круто это круто такая техника в хозяйстве да это знаешь без кабины это как тебе сказать баща теперь это огородики да где деревья ну небольшие такие у нас масляный сад есть и под деревьями чтобы этот чтобы урожай не попортит да да урожай не попортит вы выращиваете оливки да или маслины есть сад есть да большой прикольно смотри колеса вы поменяли недавно да 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 где то месяц назад да колеса дорогие резина 8 штук 8000 лир до 8 8 тысяч две штуки 8000 лир это 80 тысяч на наши деньги я не знаю на 10 умножайте 80000 но это как-то много много очень дорогие дорого очень но это какие мишлены мать мит местные какие то нет местные да канг хинкей местные да да здесь все местные сейчас есть эти но они еще дороже да ну какие-нибудь мишлен да они будут дорогие очень ну это я считаю трактор взял второй раз меняю да а то есть их надолго хватает да у меня у меня просто трактора в россии экскаватор и погрузчики ну которые копают экскаватор да экскаватор погрузчик то есть спереди погрузчик ну вот типа катерпиллеры такие маленькие петушки их называют и вот у них за два сезона в ноль но они они же много это грузится ну по асфальту они просто перегоны большие поэтому а вас зовут как Ваня Ваня да а меня Денис турецкий фатей фатей понял ладно Ваня не буду вас отвлекать спасибо большое красивый у вас хороший трактор желаю вам чтобы он у вас работал приносил прибыли и ты на чем ездишь на каком-то на своей машине ну вот она я взял в аренду я тебе хочешь 5 литров маслина масла а зачем мне домой домой почему нет отказываться нельзя да 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 масло натуральное натуральное интересно попробовать это именно которая оливковая считается да это мы сами ну фабрики есть у нас рядом там фабрика есть фабрика отвозим масляные ждем твой масляный выходит забираешь свое масло я понял а то что продают да вот там ставят эти этикетки это тут да разбавлены а из зеленых маслин делают или из края из черных с черных обычно есть из зеленых делает но зеленых невыгодно там мало мало масла они не созрели еще да я понял например с 8 литров зеленый с 8 килограмм дает тебе литр а с черный спелый да 4 килограмма ну понятно с 3 на 1 да а вы знаете да что это все было раньше трое тут же здесь ну это все было трое это же такая да я неинтересно что здесь раньше я еще смотри 15 лет здесь живу я еще трое не сходил да я так и думал что местные наверно туда не ходят не потому что здесь смотри я даже в этом году здесь море да вот 15 минут на мотоцикле я даже в этом году на море даже ноги не помогут понятно потому что все есть да и оно как-то не то да не хочется ну да а когда его нет тогда ты сюда едешь тогда ценишь да ну как мы например мы из Питера прилетели с Ленинграда ну да в прошлом да вот раньше делали да да нормальная да ну не железо у нас русская раньше было русские трактора без железа да да а сейчас это поменяли только видимо дальше да да вот новую а это новая да поменялся там этот а этот тоже дом этот покрышка чтобы не ел развал да развал да понял спасибо большое давай приятно было познакомиться хорошо счастливо вам тоже спасибо вы поедете уже да да а я вас подсниму тогда ну как он заводится а прям песня да без проблем счастливо вот так друзья иногда бывает приятно едешь едешь и случайно встретишь русскоговорящего человека который готов тебе сразу сходу за то что ты говоришь по-русски дать пять литров оливкового масла но нам его к сожалению некуда девать а мы поедем дальше друзья мы были крайне удивлены когда под выпуском про рост Тельмашевы стали писать комментарии в которых утверждали что эта техника ненадежная и нигде кроме как в России не нужна так вот в Турции мы нашли подтверждение что это совсем не так ехал я ехал короче представляете даже пришлось мне тормознуть друзья мои на секундочку я нахожусь сейчас в Турции очень далеко от России ехал ехал блин и вот что я увидел смотрите комбайн Рост Тельмаш передача в ЦРП 17.16.07 Турция прямо написано здесь Турция и это причем комбайн который может ехать по сложным грунтам у него передние катки гусеничные прикольно в Турции я увидел тоже продукцию компании Ростельмаш смотрите сколько тут всего и опять же смотрите это неизвестная марка кейс это кейс сотка видимо 100 лошадей это Нью Холланд Нью Холланд здесь кейс 100 лошадей 65 лошадей 66 лошадей ну в общем здесь очень слабенькие единицы трактора нет энергонасыщенных практически хотя комбайн кстати говоря очень неплохой очень мощный Торум у него очень какая-то надстройка сверху но в общем я сильно в них не разбираюсь я только увидел что здесь есть этот комбайн видно что он уже немножечко поработал тут слегка его опробовали шасси на гусеничном ходу вот этот работал а вот этот вообще нулячий посмотрите на самом деле гордость распирает за то что в нашей России наконец-то начали делать то что можно гнать на экспорт вот например Ростельмашевская навеска пожалуйста жатка так называемая все в хорошем состоянии видно что она подготовлена чтобы ее транспортировать в габарите то есть ну понятно что сам по себе комбайн не габарит а здесь получается еще больше чтобы не было не габарита соответственно его размещает вперед не поперек а вперед дороги и на специальных колесиках везут уже к месту где она будет работать ну вот у меня два вопроса я сейчас специально уточню каратас это бренд или это торговая площадка если это бренд тогда у меня вопрос почему на Ростельмашевскую технику вешают бренд каратас сейчас сделаю фотки отправлю нашим друзьям из Ростельмашев и посмотрим что они мне ответят но слушайте это круто это круто реально я видел похожий похожий комбайн но думаю оно не оно увидел надпись каратов думаю не наверное не наше а сейчас я думаю нет я все таки подъеду вот он какой как вы уже знаете я в Турции встретил продукцию компании Ростельмаш и надпись каратас мне стало интересно то ли это торговый бренд под которым выпускается допустим в Турции в общем я написал нашим друзьям из Ростельмаш и выяснил что в Турции есть официальный дилер компании Ростельмаш которые продают их спец технику так так но это все хорошо а теперь давайте поговорим о будущем что я вижу для нашего канала я точно понимаю что нам стало интересно снимать большие проекты про крупные производства про спец технику локализованную в России либо собирающиеся в России но в общем нам это супер интересно спасибо за ваш интерес за поддержку кстати всех тех кто еще не смотрел наш выпуск про компанию Ростельмаш переходим по ссылочке сверху вы можете перейти посмотреть этот ролик я считаю он получился очень удачным что мы еще хотим мы хотим добавить немножко развлекательного контента потому что считаю я считаю что надо популяризировать популя популяризировать тот контент который мы делаем а конкретно спец техника вроде бы кажется скучная история но мы хотим придать немножечко формата шоу нашему контенту поэтому в ближайшее время мы снимем для вас шоу блондинки против брюнеток я уже проводил опрос и большинство проголосовало за и по вашему мнению мы приняли решение это шоу снять дальше конечно же будут ролики про нынешние дела у нас в ремзоне про то как восстанавливается техника я очень надеюсь что мы успеем 9 мая закончить все начатое с двумя тракторами и еще одна рубрика которую я бы хотел вывести которая вам тоже очень понравилась что почем друзья мои что почем прям очень хорошо зашло я считаю она полностью будет отображать и бизнес составляющую и формат развлекательного контента поэтому вот эти рубрики в будущем году я думаю что мы еще какие то добавим вас будут ждать преимущественно я хотел бы вам задать один вопрос в бой курантов я конечно же забыл загадать желание но загадал его потом ну даже не желание а цель а какую цель себе вы поставили на будущий год напишите в комментариях какую цель вы поставили себе на будущий год я хотел бы сделать знаете для чего это потому что когда год пройдет вы найдете свой комментарий и сможете определить выполнилась ли эта цель смогли ли вы ее достичь или ее нужно как-то откорректировать и вот будет интересно посмотреть спустя год те кто написал свою цель на этот год получилось ее реализовать или нет а у нас на этом все пишите что бы вы хотели увидеть в новом году на нашем канале и самое важное будьте добрее плохого и так хватает до новых встреч увидимся пока